Всем привет! Меня зовут Роман Немчуг, и в этом видеоролике я хотел бы поговорить с вами о покупке БУ-дрона. Возможно, кто-то из вас также задумывался и хотел приобрести БУ-дрон, но на что смотреть, как проверять, мы вот как раз-таки в этом видео сегодня с вами и разберем. И перед тем, как проверить, как дрон летает и как работают его функции, мы смотрим на его визуальную составляющую, накрепления, болты и тому подобное. Начинаем с вами осмотр пульта. Также на нем есть все необходимые наклейки. Смотрим состояние пульта, как он выглядит, как накручиваются джойстики. Все это очень важно, так как вещь дорогая, болты. Смотрим все болты, на срыв, на наличие, крутились или нет. В данном случае все работает. Все в хорошем отреке. Переходим к самому Мавику. Смотрим на его внешнее состояние. Если у вас есть какие-то вопросы по внешнему состоянию, какие-то коцыки. Вот как у меня, например, вот здесь скол. Я задал вопрос, человек мне объяснил по дороге, положил с чем-то металлическим и словил скол. Ну, в целом по нему видно, что он не врезался и не падал с больших высот. Также смотрим на все болты. Проверяем все болты, если они сорваны или крутились как-то. Какие-то есть мелкие задиры. Также задаем вопрос продавцу, что было с ним, почему, крутились, были в ремонте и так далее. Проверяем датчики, что очень важно. Все ли с ними хорошо. Проверяем также стыки корпуса. Если вам все устроило, можем даже батарейку сравнить. Точнее, можем посмотреть внутри, все ли сиренники сходятся с коробкой. После проверяем камеру. Проверяем аккуратно подвес, смотрим на сколы, на шлейф. Вот там шлейф внутри, на виду нет. Если все хорошо, включаем коптер. Включаем двумя нажатиями. И вот он начинает диагировать. Подвес сейчас выравнивается. Ну, то есть, приходит в свое рабочее положение. Калибруется самостоятельно. Все, посмотрели. Все, вот, устраивает. После того, как мы с вами проверили коптер на визуальную составляющую и на целостность комплекта, мы поднимаем с вами коптер вверх и проверяем все его функции. Для того, чтобы запустить дрон, нам для этого понадобится скачать программу DJI GO 4. После чего заходим в эту программу и подключаемся к дрону. Первым, что я решил протестить, это Active Track. Заходим в режим, выбираем, чтобы он следовал за вами. На дисплее выбираем объект, нажимаем Go и, собственно, уходим от Mavic. Он должен хорошо справиться с этой задачей, несмотря на то, какую локацию я выбрал. После я решил проверить квипшот. Под режим дрон выбираем. Обводим объект на экране. Также под режиме можно задать дистанцию. Выбираю максимальную. И он автоматически отлетает от вас, снимая все вокруг. После того, как он летит на 200 метров, он автоматически возвращается в исходную точку. То есть к вам. Все в том же режиме квипшот. Продолжаем проверять под режимы. Я решил проверить режим Helix. Все так же выделяем объекты. Нажимаем Go. И он, автоматически включая запись, облетает вокруг вас. После того, как он облетит вокруг вас, он автоматически вернется в ту точку, из которой вылетал. И последний под режим, в основном режиме квипшот, я хотел проверить Asteroid. Тут аналогично. Также есть, кстати, превью картинки, которую он показывает перед тем, как вы что-то запустите. Выделяете объект, нажимаете Go. Автоматически коптер отлетает от вас. Сначала медленно, потом быстрее, после он зависает на одном месте, делает фотографии, собирает все поедино и выдает вам Asteroid. Очень классный эффект, я думаю, вам понравится. Вот такой, друзья, небольшой получился обзор на DJI Mavic Air. Стоит отметить, что данный коптер компания DJI сняла с продажи. Собственно, почему я и купил этот коптер БУ и записываю для вас этот ролик. Надеюсь, это стало полезным. Если какие-то режимы для вас были непонятны, пишите в комментариях, отвечу на любые вопросы. Ссылочку на характеристики DJI Mavic Air оставлю в описании. Не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok